Спортсмены уже неоднократно встречались между собой, были победы и одного, и другого. Но вот что интересно, так это, что последняя встреча на нероссийском уровне, да, так скажем, закончилась разгромной победой Константина Лоханова. 15-1. Посмотрим, как будет сейчас. После той встречи уже спортсмены фехтовали и на тренировках, и на соревнованиях, но сейчас все-таки тоже турнир совершенно другого масштаба. Больше очков, которые набирают и начинается. 1-0, впереди Лоханов. Константин. Спортсмен из Саратова занимает сейчас первую строчку во всемирном юниорском рейтинге, и в российском юниорском, да и во взрослом. Идет на четвертой позиции, фиктует в сборной. Вот на этапе в Алжире занял пятое место вместе с командой. 46-й был в личном. Непонятно, почему поменял решение судья. Этого он тоже спортсменам не объяснил. Настала очередь Константина Лоханова взять видеоповтор. Ну, откровенно, публика смеется, что приятно, что публики очень много, что вот те трибуны, которые есть в центре единоборцев Югспорт, они заняты полностью. На этот раз решение не меняет судья. Но я думаю, что здесь такой еще и принципиальный момент немного был. 3-0. Костенко вперед выходит. И, видимо, все-таки помнит ту встречу в марте. В прошлом сезоне Лоханов, кстати, был вторым на Кубке Черного моря. Я уступил в финале Андрею Гладкову. Ну и на этот раз тоже намерен взрывать как минимум серебро, потому что сравнивает. И сейчас, возможно, начнет даже и выходить вперед. Костенко атакует. Здесь винар уже берет Лоханов. Лоханов почему-то вперед не пошел и начал пятиться назад у самой крайней черты. Пропустил четвертый удар. Здесь гораздо быстрее был Костя Лоханов. Не согласен снова с решением арбитра. Тот судья говорит, что руку на себя взял. Лоханов. И после просмотра видеоповтора снова судья решение не меняет. 5-3. Снова впереди спортсмен из Новосибирска. Чуть не подскользнулся и не свалился. Анатолий Костенко. Лоханов 5-4. Делает счет. Пропускает затем. Проразевал атаку. Костенко. Прошло всего 15 секунд. Но счет почти уже достиг восьмерки. 6-4. Анатолий Костенко. В атаке недостает. Прямую руку оставляет Лоханов. И здесь колет Костенко. Именно колет. Даже не бьет. Анатолий Костенко. Анатолий Костенко. Анатолий Костенко. Чуть раньше вперед вышел. Лоханов просит видео. Костенко все очень быстро, стремительно и спорно. В сабле, как и всегда. Не менять решение судья. 7-6. Прекрасно сейчас выгодил паузу Костя Лоханов и сам. Впервые, наверное, за встречу, так сказать, подал голос, проявил эмоции. Идет вперед Костенко. И за счет своих, конечно, огромных габаритов. Лоханов навстречу бьет точно в плечо. Минута отдыха. Но пока есть время, еще коротко расскажу о спортсменах. Лоханов, помимо того, что чемпион мира последнего года в личных соревнованиях, также два раза становился чемпионом мира в команде. В этом сезоне был первым на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. Третьим в Пловдиве стал на Кубке мира первым в Сосновце. И заслуженно лидирует в мировом рейтинге. Анатолий Костенко же идет у нас седьмым в мировом рейтинге. Чемпион мира в командных соревнованиях. Также двукратный и оба этих раза он фехтовал вместе с Константином Лохановым. На всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге занял третье место. В Пловдиве стал семнадцатым. В Сосновце шестым. Но есть еще одно важное достижение в копилке у Анатолия Костенко. Это шестое место на Универсиаде. Можно сказать, что перерыва между сезонами даже у Анатолия и не было. И Костенко, кстати, был лучшим из всех наших саблистов, которые выступали в Тайпее. 9-7. Увеличивает преимущество Константин Лоханов. Сейчас пропускают и снова-снова ловит на вход своего оппонента. Дважды уже прокатывает этот прием. Увидел парад. Арбитр говорит, что видео больше нет. У Костя Лоханова 10-8. Два фонаря. Никому не рискует давать удар. Арбитр. И на этот раз просит повтор Анатолий Костенко. Вчера, кстати, еще у Костя Лоханова был день рождения. 20 лет ему исполнилось. Вот, может себе сделать подарок. Победив на сегодняшних соревнованиях. Но для этого нужно еще добраться до финала. Пока против оппонента разрыв небольшой и говорить о том, что Косте уже 100% в финале нельзя. Арбитр снова не меняет решение. Два фонаря. Не рискует судья. Остановка. Костенко вперед идет и разрывает дистанцию. Лоханов сам выходит вперед, но не видит этого судья и разгосадованно присел. Спортсмены из Саратова. 9-10. Друзья, я вижу, что пока у нас в чате есть болельщики персональные. Константина Лоханова. А какие регионы еще смотрят нас? Такой традиционный вопрос. Пишите. Я думаю, что есть болельщики и из Новосибирска. Есть, возможно, и другие регионы. Которые ждут женского финала. Ну или просто любители фехтования. Защита и ответ. Абсолютно спокойно так хлестко действует Лоханов. 12-9. Снова два фонаря. Боют на атаке. Не засчитывается никому. Брэд Али. Я готов. 12-9. По-прежнему. Брэд Али. Прямая рука. Костенко не достает. Ответная со стороны Лоханова. Сейчас будет набирать скорость. Не дает это сделать. Костенко резко, точно на вход действует. Брэд Али. 13-10. Брэд Али. Да, простите, я неправильно посчитал. Использовался не 20, а 19 лет. Лоханову меня поправили. Брэд Али. Счет напряжение нарастает. Сейчас, может быть, много обоюдных будет, а может быть и нет. Потому что Лоханов почуял уверенность. 14-й удар наносит в одном шаге от финала. И наносит 15-й. Два фонаря. Ну, по-моему, тут все чисто, конечно, было. Пожалуйста, просит видео. Лоханов у него, его больше нет. Ну да, действительно, я думаю, что... Явная ошибка со стороны арбитра. Сильно опоздал Костенко. 12-14. Брэд Али. Ну, здесь-то уж чистый. Здесь два фонаря в другую сторону не развернешь. 15-12. Победа Константина Лоханова. И он выходит в финал. Ну, а бронза мужская уходит к Анатолию Костенко и Нике Шенгелия. Сейчас на дорожку выйдут девушки. Но для начала их представят. Ждем церемонии представления. Сомненько. Сомненько. Анатолий Костенко. Продолжение следует...